Нашего доклада о гастроме у пациентов с опухолями головы и шеи и как улучшить нутритивный статус. Белково-энергетическая недостаточность, состояние организма, характеризует дефицитом и дисбалансом макро- или микронутриентов. Белково-энергетическая и нутритивная недостаточность и связанные с ней осложнения и летальные исходы являются важнейшей составляющей онкологического заболевания. Тема достаточно актуальная, проблема 21 века, проблема как улучшить состояние пациента, который проходит специальное лечение вне зависимости на каком этапе он находится. Либо он впереди своего пути, либо уже в конце своего пути, в середине, что ему мы предложим, как мы его будем кормить, оценивать для того, чтобы он все тяготы своей судьбы перенес. А пациенты, что мы видим? Часто видим те локализации. Локализация на самом деле для питания у пациентов с патологией головы и шеи, конечно, крайне сложная. И питать их, и оценивать их нутритивный статус очень сложно. Конечно, одна из важнейших проблем в наличии или развитии опухоли является снижение массы тела, слабость, снижение физической активности вследствие развития белково-энергетической недостаточности. Степень ее выраженности по различным источникам колеблется от 8 до 84% в зависимости от локализации опухоли и стадии опухолевого процесса. Как мы можем улучшить нутритивный статус? Конечно, мы должны выбирать, чем мы будем кормить пациента. Это парентеральное и энтеральное питание, установка мазогастральных зонтов и гастростомия. Недостаточность питания оказывает отрицательное влияние на проведение лечения, его результатов и исход заболевания. Увеличивается количество осложнений, ухудшается заживляемость ран, ухудшается общее самочувствие пациента, его социальное положение, дискомфорт, отсутствие адекватного питания и восполнение потери приводит к летальным исходам. Основные причины, конечно, это отсутствие адекватного поступления белков, жиров, углеводов, необходимых аминокислот, вследствие осложнений, которые преследуют пациента на фоне всего лечения. Проблема, как говорится, на лицо, пациенты данные приходят с вот такими очень некрасивыми опухолями. Это проблема, с которой сталкиваются пациенты. И запущенные формы, несмотря на то, что локализация проблемы наружная, пациенты очень часто боятся, не приходят на прием. Уже когда проблема на лице, пациенты поступают в онкологические поликлиники. То есть на амбулаторном этапе специалист решает, что же делать дальше. Ну, соответственно, с учетом развития таких гигантских опухолей данной локализации, не всегда мы можем начать вовремя лечение, предложить адекватный реконструктивно-пластический компонент с учетом общего статуса пациента. Даже те пациенты, которые уже прошли специальное лечение, нуждаются в нутритивной поддержке, несмотря на то, что этап их лечения уже закончен. То есть они должны проходить реабилитацию. Ну и, соответственно, то питание, которое мы можем предложить им в стационаре, либо то питание, которое они могут получать у себя непосредственно дома, не всегда может восполнять те критерии, которые необходимы. Ну и, соответственно, для того, чтобы улучшить нутритивный статус, какие цели мы преследуем, это поддержание оптимальной массы тела, предотвращение или коррекция дефицита макро- или микронутриентов, повышение переносимости противопухолевой лекарственной терапии, радиохимиотерапии, ну и, конечно, повышение качества жизни. На любом этапе начала нашего пути с пациентом мы должны оценить его нутритивный статус и понять, как мы пациента будем кормить и как мы будем восполнять его энергетический дефицит. Конечно, есть всевозможные таблицы, есть всевозможные рекомендации. Самая простая, представленная на слайде, это предварительный скрининг, оценивается индекс массы тела, наблюдается ли у пациента потеря веса на протяжении трех месяцев, было ли снижение питания. И в любом случае, даже при одном положительном пункте пациенту показано назначение дополнительной поддержки. Показания для проведения нутритивного поддержки пациентов это потери массы тела больше 10%, снижение индекса массы тела, снижение общего белка, альбумина, трансферина, абсолютная лимфопения. Возникает вопрос, как мы будем восполнять. То есть тут все будет зависеть от локализации опухолевого процесса, общего состояния пациента. То есть это либо энтеральное, парентеральное питание, питание через ЖКТ. Питание через ЖКТ, если пациент не может восполнить через, грубо говоря, через рот, то тогда возникает вопрос. То есть мы будем кормить пациента, либо устанавливать ему назогастральный зонд, либо мы будем ему накладывать гастростому, либо июностому. Соответственно, эту проблему мы должны решить до начала специального лечения. И также понять, насколько мы можем восполнить и помочь нашему пациенту. Если у пациента невозможное питание, адекватное питание через рот, то есть поступление адекватного питания через желудочно-кишечный тракт, то тогда возникает вопрос о наложении гастростомы, либо июностомы. Гастростома, соответственно, то есть бывает разных видов. Это и открытые, это же оно, это проверка, ДР, Вицель, то есть по авторам. Опять же, есть свои минусы. Это оттягивает сроки специального лечения, это осложнение, это, опять же, разрез, это наркоз. Это пациента откладывается специальное лечение, пациент находится в стационаре. После этого необходимо оценивать, как работает желудочно-кишечный тракт, и не всегда мы можем при наложении открытой гастростомы в этот же день кормить пациента. Лапароскопическая гастростома тоже также требует госпитализации в стационар, требует наркоза, то есть она сопоставима с открытой гастростомой, но плюс ее в том, что она менее инвазивная. Эндоскопические гастростомы также имеют свои плюсы, но не всегда мы можем предложить данную гастростому, с учетом наличия у пациентов в анамнезе операции на передней брюшной стенке. Также имеется исследование о том, что зонд непосредственно соприкасается с опухолью, которая располагается в ротовой полости и может вызвать имплантационные метастазы. В этом случае большим плюсом является рентген ассетированная, рентген хирургическая, перкутанная, чрезкожная гастростомия. Чрезкожная перкутанная гастростомия, плюс ее в том, что она в зависимости от статуса пациента, его общего статуса возможно выполнить в стационаре, можно это выполнять даже, грубо говоря, в дневном стационаре, амбулаторном, потому что с учетом того, что не требует общего, не требует наркоза, соответственно, и выполняется под местной анестезией. На слайде представлены пациенты с обширными, уже послеоперационные пациенты, в которых также снижается качество жизни, то есть данный пациент не может адекватно получать энтеральное питание, и пациент постоянно получает питание через установленный зонд. Чаще всего в стационаре, неважно, в каком отделении находится пациент, я имею в виду, что либо это химиотерапия, либо радиотерапия, пациенты поступают с данной проблемой, то есть это видно, что была наложена открытая гастростома, мы видим воспаление, мацерацию, подтекание, снижение уровня жизни, и, соответственно, эти трубки, которые, да, это фолеевские катетеры, которые, ну, мы вынуждены иногда использовать не по назначению. Возникает, соответственно, мацерация тканей, ну, и, соответственно, ухудшается качество жизни пациентов. Плюсы рентген-хирургической ассоциированной перкутанной гастростомы в том, что является методикой безопасной, то есть она выполняется под местной анестезией. Также проведение может проводиться у пациентов с тяжелым соматическим статусом, сокращает время госпитализации, то есть если пациент будет госпитализирован в дневной стационар, в этот же день или на следующий день пациент может быть уже выписан, и уже непосредственно мы можем начинать кормление. Отсюда быстрое восстановление и ранние сроки начала специального лечения. Как проводится данный метод, то есть под рентгеновским контролем, мы восполняем это исследование под ангиографическим контролем. С января этого года у нас открылось рентген-хирургическое отделение. Мы взводим непосредственно катетер, либо назогастральный зон, чаще всего это катетер, он представлен на слайде. Обратите внимание, что диаметр катетера меньше двух миллиметров. Воздух катетер выполняется, получается желудок наполняется воздухом, возникает мы проводим инфляцию кислорода, и вот мы видим, какую картину проецируется непосредственно газовый пузырь на переднюю брюшную стенку. Это контроль, рентгенологический контроль, капля воды проникает в желудок. После этого, когда мы убедились о том, что желудок адекватно инсуфлирован, проводится установка якорей, то есть также перкутанно через кожу устанавливается три якоря. Это мы формируем гастропепсию, то есть фиксируем желудок к брюшной стенке. Так вот это выглядит на мониторе. После этого, как мы зафиксировали, получается, выполнили гастропепсию, выполняется разрез, и производится непосредственно по проводнику. Мы проводим телескопический интродюсер, то есть выполняем разрез, и чем он хорош. Дело в том, что там идут эндоскопические бужи, которые не требуют постоянного излечения, то есть для того, чтобы не повредить стенку желудка, чтобы не вызвать аспирацию желудочного сока, и как следствие развитие осложнений. То есть вот он представлен интродюсер, из которого выходит разного диаметра бужи. После этого, когда отверстия в апоневрозе достаточных объемов, то тогда по конечному бужу заводится гастостомическая трубка. Вот конечный вид после наложения гастростомы. То есть мы видим, что у нас три клипсы, отсутствие разреза, и, соответственно, трубка. Какой плюс данной гастростомы? То есть мы данную методику можно уже непосредственно рекомендовать пациентам на первичном планировании, то есть видя проблему пациента на междисциплинарном консилиуме, понимая, какое будет дальнейшее лечение, поставить задачу и выполнять эти процедуры в дневном стационаре. Ну, это при наличии тарифов ОМС там, либо при согласии администрации больницы. Мы выполнили таких гастростом-10, и у нас очень, ну, то есть, конечно, оценивать материалы методы еще рано, потому что достаточно мало количества таких выполненных операций. Но осложнений у нас не было. Пациенты были выписаны на следующий день, и было начато специальное лечение. Кормление мы проводили в этот же день. Какие мы сделали выводы, и что мы рекомендуем? Что это безопасно, удобно, быстро, экономически целесообразно. Спасибо за внимание.